Как писать волосы маслом? На самом деле все довольно просто. Начинаем с основного пятна, таким образом находим композицию и закладываем первый красочный слой. Потом добираю более плотный, густой, без разбавителя краской самые темные места. Не забывайте в процессе переключаться с одного элемента на другой. К примеру, вы поделали волосы, потом начинаете делать что-то другое. Переходите на фон, на одежду. И так, несколько раз за сеанс, вот это переключение дает несколько плюсов. Во-первых, краска подсыхает, и потом с ней проще работать. Во-вторых, ваши глаза не замыливаются, и вы работаете эффективнее. Следующий этап проработки волос. Набираем средние тона, самый сложный этап. И добираете дальше уже более светлые тона. Ну и в конце концов я решил добавить венок из цветов. Опять же, каким-то средним или даже темным цветом для цветов. Я нашел основные формы, силуэты, что позволяет нам увидеть в целом, как будут смотреться цветы. Далее набираю самые темные, потом самые светлые, ну и уже тонкой кистью добираю деталь. Не забудьте добавить тень на волосы, чтобы у вас венок был с объемом.